друзья подписчики я вас приветствую чем сегодня небольшое видео боксинг и так сказать первый взгляд по инструменту ну наверное с названия вы уже знаете какому давно уже закупок всяких инструментов не было но вернее были но я ничего не обозревал покупал я стойку для торцовки и саму торцовку стойку покупал rigid но не самую дорогую вот эту из труб с большими колесами а вторую по размеру короче с профиля и с маленькими колесами вот но тоже была на акции пусть там скидки они помню до 100 долларов и по акции покупал торцовку метаба то есть со слайдером с лазером и с двумя наклонами ну короче самую топовую которую них есть большая вот но тоже со временем как-нибудь их обозрю сейчас просто видите как бы много других дел накопилось и как я вам говорю хочу сейчас пока заморозить проект сырая но мне надо хотя бы закончить вот эту историю со шкафами там хочу ну все-таки надо что-то сделать с полами и поставить шкафы и все и потом я хочу трейлером заняться и тем дома потому что на слишком долгое время очень чем больше короче как бы делаешь чем больше новых потребностей возникает и я так понял что если я сейчас как бы этот проект временно не закроют он у меня до конца года все время займет потому что тут надо электричество прокладывать рэмп строить и как бы стены утеплять обшивать потом тебе понадобится кондиционер там холодильник морозильник стеллажи короче и тогда бесконечности короче долгая история вот как бы средства времени сейчас пока на это нету но этот инструмент короче он как бы сказать тоже полу рандомная покупка но были у меня два как бы порыва его купить в последнее время это первое было то что я вам показывал что пол шлифовал и я еще с полом не решил возможно я еще вернусь к этой же схеме потому что ну я вот это все время сейчас думал перебирал всякие варианты там покраска линолеум ковер короче вот это первый мой самый вариант был просто зачистить и покрыть его лаком в общем сейчас пока думаю ну на каком-то варианте остановлюсь вот но я не буду сейчас все подробно рассказывать это будет видео по там гаражу и там расскажу подробнее ну наверное еще одно я потом сниму как все это когда делу или может быть два вот а сейчас не буду но смысл том что конечно орбиталкой ты там задолбаешься такую площадь шлифовать и у меня думал была мысль взять ленточную и второй момент вот это когда я стойки по шкафы выпиливал ну то есть я вам говорил там немного они не влазили по идее на полынча но по факту наич то есть пришлось подпиливать но я тоже подпиливание выполнил все влезло ну тоже я думал там было бы неплохо шлифовал как ну как ты там понятно потом я вам расскажу подробнее вот ну ну в общем как бы она иногда не нужна но не то чтобы супер инструмент вот ну вот эти ленточные они достаточно дорогие и как бы такие более-менее они уже там стоит сто сто пятьдесят короче в общем я думал брать не брать или короче обойтись как бы без нее но потом уже подумал так если брать будет мастерская то в перспективе то понятный инструмент полезный часто будет пригождаться для каких-то разных работам по дереву и короче уже я лазил на амазоне и увидел по какому-то короче сумасшедшему купону вот это вот макита было там короче получается новая она стоит по моему четыреста шестьдесят долларов а вот это вот не новое это вы поняли ну риф арбиш и официальная макита рекондише нет короче то есть заводом макита она делается и на заводе макита них риф арбиш и ты продаю через разные компании вот это получается компания цепо но известность и плод лет называется она и на ebay если свой сайт у них есть инструментальный люди кто инструменты покупаете знают они их продают да но у них она стоит там по моему двести двадцать короче и на везде такая одинаковая цена короче а на амазоне я не знаю какого хрена короче то он последнее время появились купоны и часто они дают какие-то ну вот сумасшедшие скидки но непонятно по какому поводу я просто на эту макиту зашел она показывает купон 60 короче долларов но я купон за плавила она вышла 162 короче решил взять потому что вещь хорошая наверно вот я думаю в принципе в хозяйстве не пригодится если не приходится то в принципе и л как бы уж ну нужно потом по этой же цене и продать потому что даже бушные они идут там где-то 200 250 вот в общем ну приходит она вот такой картонной коробки некрасивой ну потому что риф арбиш вот и риф арбиш и тогда я вам уже объяснял когда она типа бушная ну сломалась или и вернули по какой-то причине на заводе или чинили или просто проверяли и потом как бы у них есть вот такой чек-лист вот он тут прикручен сейчас я сниму покажу ну конечно с этой машинки я немного подохренел я честно говоря не обзоры по ней ничего не смотрел ну думаю макита и макита инструмент хороший ему то можно доверять я сейчас попользовался макитами я понял что надо на них конечно переходить ну сразу надо было макиты собирать не париться с мелоки с деволтами вот ну конечно вот так и бывает что ты постепенно идешь короче к истине вот тернистой дорогой но чего то есть видите вот такие вот чек-листы здесь написано вот что они там ну всякие пункты которые проверены короче на нее есть какая-то гарантия даже от макиты только не знаю насколько есть инструкция вот ленточная машинка ну короче тоже здесь небольшая инструкция уже прочитал вот гарантийка гарантийка короче ну там просто как ремень вставлять как натягивать друзья но смотрите саму хреновину я в шоке короче я не знаю видели вы когда-то такое или нет я просто с этого размера охренел и честно не думал что она такая огроменная я не знаю сколько она весит но она короче весит килограмм диснера можно конечно найти в интернете спецификации посмотреть но она пипец очень-очень тяжелая короче сейчас чуть пониже пишу чтобы лучше видно было неудобно и вот эти вот и короче штативы короче вот такая вот девайс еще тяжеленная тяжеленная посмотрите какой провод просто пипец короче толстенный качественный и он из такой резины вот как на других инструментах как вот на файнах короче здесь подключается пылесборник сейчас покажу мешок для пыли можно подключать пылесос короче вот такой от макита красивый цвет вот так вот он вставляется вот и здесь еще еще интересное ушел мне понравилось сразу что здесь не на молнии как делают обычно и потом эта молния забивается пылью и фиг ее откроешь и фиг закроешь а здесь вот такой вот короче механизм мы тоже посмотрим как он в деле но мне понравился где по моему очень удобно снял все вытрусил закрыл обратно короче вот тоже качество вроде вот неплохое макитовская вот и в общем то сама машина как я вам сказал тяжеленная пипец вот здесь тоже вот есть наклейка риф арбишит макита и вот они видите чтобы их тоже как новые потом не продавали уже сер выплавлено на пластике короче еще очень интересная хрень я тоже немного под охренел короче да по мощности она 11 ампер вот то есть в принципе если через удлинитель туда же какого 14 гейдж его должно по-моему хватать в общем тут по спецификации 120 вольт 11 ампер 60 герц скорость 1640 фит в минуту это 8,3 метра в секунду есть вот перевод блин ну вот это вот мне не нравится вот эти вот блин штативы где короче ну головку ткани шариковая с шагами один шаг получается слишком низкой следующий слишком высоко короче вот тоже мне говорят макита макита китай короче вот сами посмотрите написано made in japan я честно говоря первый раз вижу блин инструмент сделанный в современное время в японии короче но чувствуется охренительно солидно все меня единственно вот эта кнопка что-то смущает ну вернее не кнопка крутилка почему на нее вот какое-то белое пятно как будто бы то ли она ударена то ли хрен его знает вот короче такая вот здесь подошва под ней видите пробковая какая-то прокладка лежит тоже не знаю как это все работает я буду испытывать буду попробую и пол шлифануть попробую вот это свое тушу и под стойки выпиливал тоже немного шлифануть просто чтобы поровнее сделать ну короче попробую но с вами мы сейчас просто попробуем включить посмотреть как она работает какой звук какая мощность короче размер лент сейчас секунду ну вот нашел вот самом начале очень краткая инструкция практически информации мало модель 9403 макита размер ленты 4 на 24 инча в миллиметрах 100 миллиметров на 610 миллиметров скорость 500 метров в минуту или 1640 фит 500 метров в минуту общая длина 503 353 миллиметра и вот вес чисто ну вес только самой этой штуке 5 и 7 килограмм и сам грона пипец тяжеленная ну 6 килограмм почти получать сейчас я включу эту блин удлинитель подключу попробуем что-нибудь шлифануть ну просто кусочек какой-то блин сейчас есть электричество под рукой есть под рукой так разматываем провод провод очень хороший длинный резиновый и очень качественный вот чем качество как бы порадовала думаю в хозяйстве пригодится если даже там пару работ и сделать уже окупится фон дипа я посмотрел в день такую машинку шлифовальную взять в аренду 60 долларов но их еще и в наличии нету так ну провод длинеющий здесь провод не знаем пять метров короче пять метров вот видите вот длина 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 5 метровый провод нихерова короче сделано включаю так сейчас попробую слушайте ну на удивление она достаточно короче тихо работать я думал народ пипец будет тихо-тихо короче не знаю лента душло в комплекте я не знаю честно на какой она размер давайте сразу посмотрим как она снимается в общем чтобы снять ленту вот такой здесь рычаг видите раз и все блин тогда же лента сделано в японии я охренел смотрите внутри ленты вот написано видите made in japan так направление еще сразу проверим и кстати у нее есть вот это вот я так понял вот эта деталь карбоновая продается в инструкции по крайней мере по крайней мере про это написано так значит направление движения сюда у нас лента стоит неправильно а может я уже перевернул короче лента фирма ленты видите fuji star восьмидесятка но это как раз тут то в принципе мне восьмидесяткой нужно вот короче по лентам конечно и перед покупкой посмотрел вот ленты эти дорогие если покупать вот эти швейцарские диабло про которые я вам говорил они стоят 20 долларов за 10 лент любые вот эти зернистости короче вот передний ролик он видите такой литой с какого-то металла с алюминия наверно а задний он короче из резины огроменные ролики у такая пружина тут огроменная ну короче ну не знаю сделано очень достойно вот как старые инструменты прям чувствуется солидность вот короче ставим ленту так закрываем ну и когда я вот это включал да типа шумно было я не говорил вы поняли вот это чтобы регулировать вверх-вниз то есть чтобы вот эта лента она была как бы посередине платформы то есть вот смотрите то есть вы ее чуть-чуть вверх чуть-чуть вниз крутите она туда-сюда ездит но нам не особо эта точность тут нужна нам главное чтоб она корпус машинки не жрала ну так короче нормально вот так ночью какую-то вот какая-то палочка валяется так не знаю это то что я отпиливал когда шкафы не влазили ну то есть видите какая она давайте попробуем вот например нам надо вот эту на прорнированность убрать сейчас посмотрим охренеть вообще я даже сильно не давил чуть-чуть это самое прикладываю она просто сжирает все ну конечно если еще японская то лента конечно она тоже наверное пипец какая качественно вот ну давайте вот еще такую неровность попробуем сейчас уберем короче здесь не то что одну неровность убрать я думаю что такой производительностью мы можем вообще полностью ровную блин палку сделайте с такой кривой вы смотрите с главное наоборот не переборщить ну короче не знаю друзьям мне кажется очень круто я их то проблем не вижу вот блин у меня карандаш поточены уже хотел карандаш но чуть-чуть только касаюсь она прям сжирает все вот с мощностью тоже проблем нету я не знаю сколько у нее дури 11 ампер конечно давайте а ну кстати ешь еще как можно использовать вот если кстати попробовать но я не знаю тоже получится не получится сейчас попробую если ешь так сейчас так если ее поместить сюда короче ее можно типа перевернуть и зажать сюда как в тиски понимаете и я вот не знаю как это лучше сделать может быть лучшую снизу вот типа такого короче блин ну конечно если это делать ну для какой-то вам работы можно какое-то устройство придумать типа какого-то для нее кожуха чтобы ее туда ну так просто из дерева сколотить чтобы она туда вставлялась вот типа такого короче потом вы так вот ее зажимаете да вот зажали но вроде бы она прочно держится вот никуда не двигается и теперь вы так и теперь когда вы ее там нажимаете там есть кнопочка которая как бы она за будет все время работать вот смотрите вот 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 Продолжение следует... 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 такая солидная солидная прям твердая не знаю как будто бы бакелитовая вообще понятно что она не бакелитовая короче видимо эту фанеру сбы вернее немного повело вот ну понятно сырость ну а чё полгода она простояла на полке какие-то пойдет ничего страшного для какого-нибудь там не знаю хоз постройки курятника лечит такое так но лучше конечно мешок одевать пушу пылит всю прям в лицо так сейчас я вообще наверное если буду этим заниматься я наверно пылесос буду подключать если я найду такой переходник наверное на мелоке все-таки есть переходники в к ну снимает как бы нормально не главное чтоб она наоборот не слишком-то много снимала так щас ну то что моментом ям накопает так щас слушайте ну становится идеально вот видите как она покрытие здесь какое вот прямо ну понятно шуршавая но вот эти всякие торчат и смотрите как становится все как новая гладкая гладкая это это восьмидесятка можно вообще там какую-то взять сто двадцатую двухсотую вот но мне главное чтоб она ям не нарыла 6 секунд ну конечно в сравнении блин сравнению с орбиталкой конечно вообще не сравнить как бы особых ям я не вижу вроде нормально да то есть она моментально конечно это все шлифует орбиталка я парился мне чтоб такую грилу зашлифовать там хрен знает сколько времени уходила это не было такого качества прям хорошего ладно друзья все видео уже долго не буду затягивать в общем ставьте лайки подписывайтесь в общем девайсом я очень доволен вот думаю стоящая вещь вот а вы свое мнение напишите в каментах что думаете вот если чё ставьте лайки подписывайтесь да благоволит к вам господь пока пока